Утро, мои хорошие. Наверное, уже потеряли меня вчера. У меня вчера был, как всегда, гипертонический кризис. Не, ну не как всегда, не дай Бог, как всегда. На работе, значит, что случилось? Ну так, с утра немножко голова побаливала. Таблетку выпила, там, ты-ты-ты. Днём как-то посильнее. Я даже не знаю, что-то с собой этот термометр не взяла. Это давление мерить. Вот. Ну, к вечеру прям, знаете, такие прям невыносимые сильные боли. Вот. Тут девчонки, короче, подсуетились, там, ты-ты-ты. Катя вот такие вот таблетки мне дала. Но они в кризис, она говорит, у меня вот у мужика, когда бывает 180 давления, вот, он такие пьёт сразу первый спазмотон и макс-1. Вот. Но ими не увлекаться только, когда вот гипертонический кризис. Вот. И ближе к девяти вечера у меня уже немножко спадает такая боль. Позвонили Пашке, чтобы он приехал, ну, чтобы меня одну не отправлять, и это, чтобы забрал меня. Паша приехал, и у меня уже боль отпустила, слава богу. И мы так хорошо прошлись даже пешком, потому что, скорее всего, мне, может, даже кислорода не хватало. Вот как-то, знаете, охота была дышать, дышать вот. Вот воздуха вот этого не хватало. Зелёный чай. И проговорив, проболтав, вот так мы прям спокойненько дошли до левого берега от Ники за полчаса. Я пришла, покушала. Пашка как раз картошку пожарил, прям вкусненько. Ещё солёные огурчики были, Серёжкины тоже ещё, которые он в свои домашние сдачи привозил. И что ещё? Сосиски я купила. Ну, и всё перекусила, и всё у меня, прям вот чувство, у меня глаза прям закрываются. Видно, от всех таблеток такой эффект, когда хочется лечь, всего спать и отдохнуть. И всё, я даже не помылась, ничего. То есть просто макияж смыла, не легла спать. В один с вечером проспала. А, в 6 утра, всё, уже как штык. Такая, так, время сколько, тдт. Ну, мне на работу, я скоро на работу выходить. Такая, пошла в ванну, посидела, прям здорово так. Прям всё. Померила температуру нормально. Когда мы, кстати, вчера уже пришли, я померила температуру. У меня как у младенца было, ну, 120, 122 что ли. Ну, то есть 85 на 122, вот как-то так правильно. И всё, слава богу. Так, по поводу отпуска. Да, девчонки, вы правы, Питер дорого. Конечно, дорого. Питер я не потяну в этот раз вообще. Ну, то есть мы с семьёй не потянем. Много других проблем и без этого. Ещё так же меня волнует моё здоровье вот с этими кризисами. Какие-то надо правильно таблетки подбирать. Потому что врач, какие мне эти давал таблетки, скорее всего, может быть, они уже даже и слабенькие. И надо будет к врачу сходить. Вообще, честно, я хочу эти... Не хочу, а надо прочистить сосуды реально. Тоже читала, но это смотрела. Кто-то водку с чесноком настаивает. Может быть, какие-то капельницы в больнице есть. Вообще, конечно, лучше бы полностью обследование. Если моя лень, моя лень не опередит меня, то надо всё это сделать, будет в отпуске. Новость, новость. Родственники у нас, ну, это с этим, с отпуском, купили дачу. Купили дачу вот вчера в субботу в Листвигах. Это от вокзала у нас 30 минут ездить. У них тоже, кстати, нет машины. Вот мне Пашка не дал своё время купить машину. Так бы уже выучилась. И это... Не знаю, правильно, неправильно. Судя по фотографии, это Савка прислала Пашке. Огород большой. Видите, всё, грядочка, грядочки. Там теплица. Так. Тут, скорее всего, баня. Ну, понятно, что дом не новый, там всё такое. Вот. На новый дом, это сами знаете, сколько денег. Но вот такой вот дом. Ну, это вот как он просто спереди сфотал, нам отослал. Там двухэтажный, я так поняла. Вот. Короче, взял за 500 тысяч. В понедельник. В понедельник они это будут оформлять. То есть, он взял деньги в почтобанке. Ему без проблем одобрили по 14,5%. На 5 лет по 17,5% платить. В итоге он, короче, переплатит. Ну, то есть, ещё так же 500, короче, на выходе миллион. Я говорю, ну, ладно, дом как бы старый, в принципе, такой, как бы срупный. Я думаю, надёжный. Не знаю, ещё не были. Вот. Ну, всё-таки это вложение, всё равно вложение в землю, да. Потому что у него такая семья немаленькая. Дочка, сын. Там ещё с Настины стороны сын есть. Ну, тёща, вот она недавно умерла. Сестра у неё есть. Ну, как бы одинокая, да. То есть, они могут там находиться все. Тем более, сейчас и совпадает отпуск. У меня вот 16 июля до конца месяца будет. У Славки и Юль от завода, как месяц. У Насти тоже этот отпуск. Вот. Я думаю... Ну, и как бы дача, да. Что у них это первый раз опыт с дачи. И у нас не было дачи. Я думаю, что так же на природу и это будем выезжать там. Мне кажется, тоже будет классно какая-то вот смена обстановки. С Алтаем подумаем. Вот прям подумаем. Потому что у них автобусы ходят пятница, воскресенье. И через неделю так же они обратно приходят. То есть, нет такого, да. Приехал там на 2-3 дня и уехал. Вот. Это надо всё-таки ехать нам на неделю. Дорога такая не ближняя на автобусе. И вот какой ещё момент. Могут так же ещё места разобрать. Не знаю. Мы тогда вот на Алтай ездили. Мы за месяц покупали места в автобусе туда и обратно. Цены, конечно, тоже там подняли. Вот на те комнатушки, которые мы снимали. Прям на озере Ая. Кстати, девчонки, кто спрашивал, у меня есть прям эти ролики с Алтая. Прям наберите мне там Алтай. И найдёте. Я, в принципе, всё подробно снимала. И где мы жили. Обзор нашего базы вот этого. Базы отдыха. Потом ближайший, короче. Ну, там вообще много-много-много всего. Но мне, знаете, что было, вот как я вспоминаю, был некомфорт в чём. Ну, понятно, наша комнатка маленькая. Самая там экономная была. Ни холодильника, ничего. Дело в том, что вечером, вот где озеро Ая, к вечеру был какой-то, знаете, сырость. Вот это мне прям вообще вот как спать. Вот это вот постель сырая. Я не могу прям. Вот это мне вот, вот честно, был дискомфорт. А так днём всё хорошо, солнышко, всё сухо, блин. Там то ли видно вот рядом горы. И потому что, когда утром посыпаешься, да, у нас такой был классный обзор. Это с балкона, где горы, и над вот этим озером Ая прям такая вот как туман садится. Вот. Так всё, в принципе, неплохо. Вот. А серёжка, они, понятно, на машине, но брат мой. Они дальше прям, где Катунь что ли, где-то там, короче, они в своём домах снимали. Вот. У них, то есть, нету влажности. Прям здорово. Вот так вот. А у нас вот из-за, вот даже, пусть даже холодильника нету, пофигу, да, там в кафешках. И мы ещё с собой такое там брали еду. Даже не в холодильнике дело. А дело в том, что вот эта вот сырость такая вечером, я вот, мне, честно, некомфортно. Мне надо, важно, чтобы этот сон был такой прям, вот, лёг в постель и всё. Вот. И забылся, и уснул. Главное, сон вот для меня, чтобы было. А так, да, прям природа вообще, прям у нас сосна. Прям вот выходишь на балкончик, горы, сосна, вот это всё такая прям, прям здорово. Дышится легко у меня, считай, голова даже не болела. А когда начали в город заезжать, уже в город заезжать, у меня так голова разболелся. И сразу всё вот это чувствуешь, вот, чем мы дышим, вот это всякое, короче, от заводов, от всего. Вот. Там, конечно, прям благодать. Вот сейчас посмотрим, я говорю, у меня больше всего здоровье сейчас волнует, мне надо что-то решить с это, то ли полностью пройти обследование, подобрать таблетки. Не знаю, короче, мне ещё к терапевту надо попасть, всё это. Вот, на всё время надо. Ой. Вот так вот. О, вороньё собралось. Я сейчас покажу вам. Не знаю, видно будет, нет. Ой, блин. Прилетели все втроём, это как семья, наверное, и каркают. Деревья тут раздаст в лесе. И где-то перекликиваются. Ну, тут вот эта ёлка прям классная у нас тут, или как она, пихта. Здорово. Ну, а я буду сейчас собираться всё на работу. Завтрак, завтрак, обед с собой приготовила. У меня гречка с сосисками. Вот. Ну, всё, мои хорошие, не теряйте меня. Всё нормально.